итак народ очередной ремонт давайте посмотрим что принесли значит здесь мы видим вот такое вот кольцо ну деформация на кольце пашинки нужно будет сделать рихтовку кольца то есть выпрямить выровнять шинку чтоб шинка была ровненько идеальная в окружности и не было никаких дефектов ну а также видим что кольцо внутренне грязное достаточно сильное грязное нужно будет сделать еще чистку кольца каким образом выпрямить шинку чтобы кольцо снова приобрело ровную форму есть несколько способов рихтовки кольца один из способов я выберу такой как рихтовка кольца на ригеле то есть колечко отрихтую на рингеле конусный ригель одену на конусный ригель кольцо и кияночкой то есть молоточком деревянным или текстолитовым отстучу шинку на ну а также есть еще способ рихтовки кольца выпрямления шинки но им я пользоваться не буду здесь стоят камушки видно вот они хоть они и не хоть они и не драгоценные камни искусственные но тем не менее этим вторым способом я пользоваться не буду как у второй способ все прекрасно знаете вот колечко выпрямляем на ригеле конусном рихтуем кияночкой и также есть вот такая цепочка круглый бисмарк на котором вот видим что замочек шпрингельный вот здесь ушко разошлось растянулась а не принесли эту цепочку на ремонт ну и также видим что здесь вот был замочек дернутый потянутый и язычок замочка вот он вышел из зацепа нужно будет тоже подправить замок сам по конфигурации по окружности язычок также посадить на его место в то положение которым он должен работать но тут я еще вижу что и пружинка здесь не очень хорошо работает замке то есть под вопросом как бы как бы не заменить весь замок сейчас я посмотрю еще более детальней как будет работать пружинка в каком состоянии пружинка бывает так что пружинка либо перегнивает от грязи сгнивает и тем самым не будет работать язычок и также бывает что пружинка забивается грязью и не может ходить отпружинивать обратно в свое положение из-за того что забито грязью грязь не мешает значит в том плане что можно будет почистить пружинку от грязи сейчас будем с этим разбираться но прежде всего займемся пальцом и так друзья вот так вот ригель конусный одеваем колечко на ригель вот имеем вот такой вот молоточек он легкий не слишком большой как раз для того чтобы равнять рифтовать тонкие шинки но вот таким можно еще воспользоваться но этим лучше не стоит стоит пользоваться потому как он более веселый более весом и тяжелый и этим молоточком это океаночкой можно долбить более крупные шинки поэтому его в сторону и будем вот таким маленьким молоточком маленькой кианочкой рихтовать начинаем рихтовку подстукиваем те места шинки где есть деформация видим вот здесь большой зазор который на просвет по ригелю и здесь большой зазор на просвет по ригелю а вот это место оно вплотную сидит к ригелю здесь будем долбить позже а пока рифтуем эти места боковой шинки осаживаем шинку тем самым шинка у нас выпрямляется и принимают ту форму вот окружности по конусу рингеля как видите я вот эту вот часть вообще не трогаю ее и не нужно трогать потому как стоят там камни и там деформации нету деформация всегда создается там где тонкое место как говорится где тонко там и рвется вот ну а сейчас я уже перехожу на самое тонкое место шиночки и обстукиваю полностью всю шинку чтобы придать шинке идеальную окружность теперь я снимаю кольцо переворачиваю снова на ригель одеваю и снова обстукиваю вот тем самым усадив шинку с двух сторон справа слева вот сейчас получается вот такая вот форма ровненько ровненько ну а теперь можно сделать чистку чистку можно делать тоже несколькими способами отмочить в бензине продолбить в ультразвуке и почистить моющими средствами а также можно использовать металлические щёточки металлические корцовки если не хотите пачкать руки в бензине в каких-либо моющих средствах ну а пока кольцо откисает в бензине вся грязь вот сейчас займемся вот этим замочком прежде всего поправим вот это ушко которое разошлось вот оно потянуто дернуто вот возьмем вот такой вот инструмент видите какие носики и сведем ушко обратно в исходное положение вот таким образом так ну прежде всего нужно так еще аккуратненько не до конца его довести потому как мы еще будем продевать вот это вот колечко которое будет цепляться за вот этот галосточок а как оно будет цепляться когда ну а сейчас возьмем вот такой вот инструмент и вот это ушко колечко отведем немножечко вот сюда в сторону как бы вот так раздвинем разведем в разные стороны к концу вот видите вот так раз на скручивание и вот так получилось ушко ну а теперь отстегнем весь этот замочек вот проденем вот в это колечко концевичок так скажем вот так видите смотрите то что мы развели сейчас ушко на замке мы заводим колечко вот так получилось и сводим концы с концами обратно вот так вот так вот так вот так раз и все готово здесь мы починились сделали ремонт и остается теперь разобраться с пружинкой и самим замочком вот этим вот язычком чтобы он заходил в отверстие замочка ну что ж друзья вот сейчас я отмыл в бензине здесь была забитая грязь в замке на язычке вот и пробил в ультразвуке теперь как видно вот он шевелится весь подвижный работает язычок шевелится зашевелился то есть пружинка целая внутри вот она но только вот вот здесь вот этот кончик вот отверстие дырочка она почему-то приплюснута как будто его вот так сдавили поэтому язычок туда не заходит и вот так же он разведенный вот в разные стороны и стоит сейчас нужно мне будет расширить отверстие в замочке дырочку так скажем вот сделать поширше потолще вот таким вот такой вот иголочкой вот так сейчас здесь она очень тонкий металл здесь и поэтому свободно легко расширили отверстия как бы вам показать так чтобы камера туда залезла вот черная точечка и есть отверстие нет плохо работает камера не хочет ловить момент ну ладно вот так покажем вот видите все теперь здесь язычок будет свободно попадать в отверстие ну а сейчас нужно очень аккуратно очень аккуратно сейчас нужно будет свести концы с концами так скажем очень аккуратно свести концы с концами сейчас нужно будет то есть пассатижами не давим не сжимаем а очень аккуратно вот так нежно нежно так поправляем вот ровненько чтобы был чтобы кончики смотрели друг на дружку вот что-то камера лучше заработала отлично ну очень хорошо проверим еще раз как работает язычок нет подвижный все хорошо то есть мы его не сплющили не задавили пружиночку внутри замка и он также язычок подвижно работает теперь он попадает язычком в отверстие самого замка вот здесь все отлично то есть полностью замена замка не потребовалось сделали чистку пружинки промыли бензин и он грязи пробил в ультразвуке и немножко сделал правку язычка ну и вот друзья немного слегка вот так отмыл кольцо внутри всю грязь вымыл кстати очень было грязное кольцо забитое жир такой знаете застоявшийся как глуталин конкретный клей вот ну в принципе вот сейчас такая форма у кольца ровненькая шиночка как по окружности так и по симметрии в общем то все ремонт завершен как колечко так и цепочки а на этом все друзья всем пока до новых видеороликов пишите свои комментарии пишите свои комментарии кто как бы какими способами отремонтировал бы либо замок либо шинку мне будет интересно почитать ваши мысли по этому поводу все пока всем счастливо